Это ужасное ДТП произошло в пятницу 13-го в Таркасале. Москвич Сергей Ермилов приехал на Ямал купить подержанный автомобиль. Сделка прошла успешно, но уехать в столицу своим ходом не получилось. Вечернее время суток подъехал к площадке одного из торговых магазинов, оставил автомобиль, припарковал. По сечению обстоятельств на него совершили наезд. В результате серьезный перелом ноги больница гипс. И он один в незнакомом городе на краю земли. Никого знакомых у меня ближе, чем за 3000 километров нет. Чтобы выйти даже из больницы, если бы даже меня просто так отпустили, это было нереально, надо было хотя бы даже костыли найти. На помощь пришли северяне. Семья, у которой купил машину, узнали, что Сергей попал в беду. Помогли найти костыли и даже знакомого попросили повозить московского гостя по Таркасале решить вопросы с документами. Но и тут пошло не по плану. Приковылял на костылях ГИБДД. И выяснилось, что по регламенту они в этот день не ставят машины на учет. Не осуществляют регистрационные действия, а только принимают экзамены. Москвич даже перестал удивляться. Ему снова помогли. На этот раз на встречу пошли северяне в погонах. Наша помощь заключилась в том, что мы просто пошли на встречу, зарегистрировали автомобиль. Экзаменационный день подняли личный состав, зарегистрировали, выдали документы. И человек убыл, скажем так, для дальнейшего влечения к себе домой. Есть люди инициативные и готовые прийти на помощь другим. А есть ни рыба, ни мясо. Мне повезло. Я встретился с теми людьми, которым мне все равно. Хочется таких людей поддержать. Хочется, чтобы таких людей было больше, говорит Ермилов. Приехав домой, он решил на отзывчивость ответить тем же. Написал благодарность в адрес Ямальского ГИБДД. Я, конечно, не ожидал. Ситуация считается стандартная. Но мы не первый раз так поступаем. Идем на встречу людям. Стараемся поступать по-человечески, потому что ситуации в жизни бывают разные. Сейчас Сергей Ермилов идет на поправку. Лечится в лучшей клинике Москвы. Но Ямал остался в памяти, как регион отзывчивых людей. Уже планирует приезд в Таркасале в качестве туриста. Регион-то замечательный. Приехать, конечно, хочется. Уже зовут на рыбалку. Есть в этой истории негативный момент. Водитель, совершивший наезд, даже не извинился. Степень его вины решит суд. В семье, как говорится, люди разные бывают. Но хочется, чтобы неравнодушных было больше. Андрей Жижин, Олег Камбрицкий, Анна Мирошенченко. Программа «Время и мало». Москва. Таркасале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова